Главное, чтобы одно место свозили, а не по околкам разваливались. В Корнилово мусорную проблему уже решили. Сейчас здесь работает официальная свалка и мусор сюда возят со всего села. В Департаменте природных ресурсов считают, что такие полигоны должны быть в каждом поселении области. Ответственность за них нужно возложить на местные администрации. Самое острое стоит в Томском районе. Самый грязный получается Томский район, потому что здесь у нас город Томск. Жители города Северска, все выезжают отдыхать. Весь мусор, который привезли с собой, они оставляют. И сегодня только в Тимирязевском вору инспекторами было выявлено более 80 инстанционированных свалок. Не просто где-то бутылка, а осталось то, что нужно вывозить сегодня транспорт. Еще хуже ситуация в Спасском поселении. По словам Галины Мершиной, там даже из торговых киосков мусор не вывозят. Сжигают прямо на месте. На будущий год, если погода получше будет, может быть, мы закончим свое очистное сооружение. Другое достижение Корниловского поселения – очистные сооружения. Много лет сточные воды здесь просто сбрасывали в ушайку. Теперь нечистоты проходят через природный фильтр. Причем его обслуживание в 10-20 раз дешевле классических очистных. Здесь практически все происходит само собой. Вообще говоря, технологию очищающих болот использовали еще древние китайцы и египтяне. И только в 70-х годах прошлого века, в 1970-х, наконец-то вернулись к этой технологии. И в настоящий момент уже сотни тысяч такого типа сооружений работают в Европе, в Африке, в Индии, в Китае, естественно, в современном. Даже на севере Европе. А вот у нас в Сибири – это действительно первый опыт. Сейчас подобные сооружения уже строят в нескольких районах области. Томские ученые научились пользоваться такими очистными даже в самых холодных условиях. Вода никогда не замерзает. А значит, так очищать сточные воды можно даже в северных районах. Продолжение следует...